Здравствуйте! Заботливые руки, спокойный взгляд. Людмила Кузнецова проработала в этом роддоме почти полвека. На вопрос, сколько детей приняли, женщина пожимает плечами. Ой, да разве помнишь? Работала на всех постах, и в гинекологии работала, и в консультации. Последний, кто приходил, подбирал хвосты. Везде работала. Но больше после роддома. Люблю работать одна. Чтоб никто над душой не стоял. В этом зале не только акушеры-пенсионеры и действующие специалисты, но и те, кто еще учится. Студенты 4-го курса медико-социального техникума имени академика Амосова подготовили праздничную программу. Прозвучали поздравления и от регионального департамента здравоохранения, а также руководства роддома. Я думаю, вся эта связь поколения должна быть. Поэтому счастья всем, здоровья, большого-большого, чтобы семейное благополучие было, чтобы в семье было спокойно. Неотъемлемая часть подобных встреч – это, конечно же, истории из практики. Пожалуй, каждая акушерка может написать книгу о своей нелегкой, но все же любимой работе. Одно из дежурств Жанны Аверкиной выпало на ее день рождения. Я так понимаю, что все было здесь, да? Да, несколько лет назад, 15 февраля, праздник Сретенье. Поздно вечером звонок в дверь. Открываю, вбегают два парня и на подоконник кладут какой-то пакет. И убегают. Я спрашиваю, кто вы, что вы, что это такое. Они говорят, что это нашли на остановке, на втором Брянске. И все, не хотят больше общаться, убежали. Открываю пакет. Там в красивом, большом, махровом полотенце завернута новорожденная девочка. Пуповина еще не отсечена, как бы завязан узелок. Девочка такая хорошая, кожа бархатная. И вес был хороший. Доношенная девочка по внешним признакам. Ну, я сразу вызвала дежурного врача, полицию, врача-нанотолога. Личика той девочки Жанна помнит до сих пор. Известно, что в доме ребенка малышки дали имя Людмила и фамилию Весенняя. Новых родителей нашли быстро. Главная задача акушерки – передать женщине во время родов ощущение безопасности, успокоить и проявить заботу. А еще важно идти в ногу со временем, говорит Елена Шевченко. Теперь у роддома Советского района аккаунт в Инстаграм. Здесь и фото счастливых родителей, и полезная информация для тех, кто только собираются ими стать. Вы вот смотрите, наша акушерочка, которая пела песни «Вика держит новорожденного». И сама у нас очень хорошая акушерка. В ответе за две жизни. В советском роддоме трудятся 45 акушерок. Всего по области более 400. И главный подарок в профессиональный праздник для них – это такие рисунки на асфальте. Счастливые мамочки и довольные отцы. Екатерина Карманова, Сергей Любецкий. События. Брянск.